Война Судьбы солдатской моей Война, война, пути наступление И жизнь, и смерть впереди С тех пор несет мое поколение Твои осколки в груди Война, война, раскатывал орудий И лес изглевший до плани И пусть вовек никто не забудет Что ты на свете была Что ты на свете была Война, война, война Все курортные города выглядят красиво, нарядно И даже беззаботно Но жители этого города Помнят его и другим Летом 41-го года Война, война, война Война, война, война 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 поняла, что такое война. И тогда она решила, только на фронт. Чего встала? Иди домой, я скоро. Не морочь голову, Дуська. Двадцать раз уже прогоняли. Мотю тридцати разгнали, а на тридцать первой взяли. Мотю взяли, ей возраст вышел. А тебе еще и семнадцати нет. Да и вообще, какая-то ты. Уж скорее меня возьмут. Мне хоть четырнадцать, зато вид, сложение. Ладно, ты мне тут спектакль не разыгрывай. Сложение. Беги домой. Спросят, где я, скажи, что скоро приду. Кому сказали, бегом. Живо! Эй, Мельникова, прячься, не прячься, я тебя все равно вижу. Нельзя, слушай, нельзя, с Ишаком нельзя. Ну, нельзя я тебя... Нельзя я тебя... Папаша, дорогой, папаша, слушай, я тебя объясняю. С Ишаком нельзя сюда. С Ишаком, оставь такой. Товарищ военком. Опять ты. И опять в окошко. Так он же дверь не пускает. Товарищ военком, я в госпитале научилась перевязки делать. Возьмите меня в армию. Мельникова, ну-ка, слазь, Мельникова. Я тебя прошу, слазь, слазь, Мельникова. Ну, что ты, начальство, плешь передаешь? Да подожди, папаша. Мельникова, слазь, Мельникова, слазь. Какая же у меня плешь. Прическа побогаче вашей. Виноват, товарищ капитан. Пропустите ее. Ну, 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 не в окно, в дверь войди, как полагается. Опять, значит, пришла. Ну, и куда же мне тебя, Мельникова, направить? Как куда? На фронт, конечно. И на рыбалку же. Ну, а скажи, Мельникова, ты терпеливая? Как нетерпеливая? Хожу же к вам уже 20 раз. Так вот, Мельникова, на фронт пока не придется. А есть... Есть одна такая школа. Вот туда, пожалуй, можно тебя направить. Пока поучишься, глядишь и подрастешь. Вы не должны смеяться, товарищ военком. Думаете, маленькая? А я... Я все могу. Я даже с парашютом уже прыгала. Да знаю, знаю. С вышки в парке культуры. А здесь в тылу врага придется прыгать. И не санитаркой, а, скажем, разведчицей. Товарищ военком, вы только пошлите. Я не подведу. Я заехал двадцать раз парашютом. Да я... Погоди ты, Мельникова, не перебивай. Привыкай к дисциплине. Понимаешь, Мельникова... Как тебя звать? Евдокия, товарищ военком. Так вот, понимаешь, Дуся, нужны сейчас юноши и девушки, комсомольцы, преданные до конца. Понимаешь, нужны для дела, о котором... О котором никто не должен знать. Даже мать родная. Никто, кроме тех, кому это знать положено. Если ты будешь согласна... Я согласна. ПЕСНЯ 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 Я часто бывала в этом госпитале, помогала медсестрам, приносила бойцам табак, фрукты. Мне хотелось поделиться своей радостью, хотелось закричать. Меня взяли в армию, взяли в армию, но я сдержала свой порыв. Три, четыре, пять. Ну что я скажу отцу с матерью? Как обведу их? Всем добрый, дусик-мусик. В чем дело? Чувствуешь, как памятник? Дядя Катеридзе, как хорошо, что я вас встретила. Шалва пишет? О, пока все в порядке. Чтобы не согласиться. От Шалва из фронта письмо. Очень красивое письмо. Чим здорово воюет. Мы вот от мути тоже письмо получим. О, твоя сестра великий человек, патриот. Вот кончится война, я Шалву на ней женю. Да. Дядя Катеридзе, вы в Батоме скоро поедете? Понимаю. Хочешь сестричку повидать? Пожалуйста. Денег на билет туда-обратно не надо. А вы скоро поедете? Через десять дней. Ой, это мне никак нельзя. Зачем нельзя? Почему нельзя? Я соскучилась очень. И Мотя скучает. Мама ей посылку забрала. Мне надо завтра. Непременно завтра. В чем дело, Ген Ацвали? Хочешь завтра? Отправлю завтра. Так меня папа без вас не пустит. А ты не спрашиваешь. Жена меня с тобой пустит, а? Нет, Дусик Мусик. Раньше, чем через десять дней, даже для тебя, Ген Ацвали, не могу. Дядя Катеридзе, а вот врать вообще не хорошо? Очень. А если для хорошего дела? Ну, если это для хорошего дела. Тогда, пожалуй, можно. Разрешай, гры. Нет, это я вас хотела попросить. Меня? А твой совесть где? Я тебе что, мальчик, а? Дядя Катеридзе, я только скажу папе, что завтра с вами поеду. А вы только подтвердите. Ну, если потребуется. Подтвердить это пустяк. А зачем ты так переживаешь? А может, ты хочешь, как Мотя, прожектористки, а? Дядя Катеридзе, ну что вы, ну какие прожектористки? Вы что, смеетесь? Я же ей гостинцы отвезу. Ну, рыбки сушеные, груш. У нас вот такие груши поспели. Славно дочка придумала. В армии, знаешь, каждый гостю рад. А гостиница тем более. Хватит глаза портить. Дня мало. Поцелуй Мотю за нас. От соседей привет передай. Да присмотрись там, как она слушает. Может, чего послать надо. Ах, тяжкое дело, война. Не женская. Эх, доченька, я бы в свои шеися с гаком добровольцем пошел. Знаю. По здоровью не пропустят. Еще с 14-го года. А эта война похлеще будет. Чего ты с позаранкой собираешься? Поезд-то завтра вечером. Сколько раз отец, взяв меня за подбородок, говорил, не лги и дури, а башка. Хитрости в тебе и во мне вместе на три копейки. Я всегда краснела, выдавая себя. Но теперь, теперь я должна была выдержать, не выдать тайну. Дядя Кацеридзе велел пораньше прийти. Ему там упаковать что-то надо, погрузить. А, ну-ну. Сколько я прочитала стихов, и всегда в них понятие родины было связано с березкой, елью, с колосящимся полем. А для меня вот эта каменистая речка за нашим домом, этот мост, который строил отец, определяли все мои чувства. Прощайте, речка, ущелье, лес. Прощай мое детство. Каждый год папа отмечал наш рост. Мой Верке. Вот уже три года, как почти не поднимается моя отметка. А Верка, он как гонит, почти на 20 сантиметров. Обидно. Прощай, моти. Скоро узнаешь ты, что поступила я по твоему примеру. Прощай, моя моти. Прощай, мама. Родная, бедненькая моя. Прощай, папа. Знаю, что причиню вам горе, но я не могу иначе, не имею права. прощайся. мои родные. Прощай, мой дом. Опять чемодан сгодился. Знаешь, моя работа, продажи таких не бывает. тяжеловато. Ничего, Верка, тебе поможет. ключ не потеряй. Не задерживайся там. Возвращайся скорей. Ну, пошли, что ли? Возвращайся на шоу. Семь. Продолжение следует... Дуська, хватит тебе лизаться. Ну вот еще. Что это у тебя глаза на мокром месте? Так, это насморк. Да откуда ж у тебя насморк? В одну секунду. Сбегаешь? Сбегаешь? На, ешь. Ешь от пуза сколько хочешь. Да ты что? А ты же мотина гостинца. Слушай, Верка, я открою тебе важную тайну. Какую тайну? Только сначала дай честное слово, что молчать будешь. Никому, ни одной живой душе не скажешь. Честное пионерское. Ну, честное пречестное. Ну, теперь слушай. Потому тебе говорю, что хоть кто-то в нашей семье знать должен. Не к моте еду. Меня в армию взяли. Ой. Ведь сестрой. Ну, наверное. Ну, сейчас пойду в военкомат. Получу направление. Ну, куда пошли-то? Я же сама не знаю. Ой. А вдруг передумали? Нет. Не может быть. И военком меня встретит торжественно. Поздравит. Пожмет руку. Сейчас, Мельникова, я тебе документы дам. А где товарищ военком? А тебе зачем? Да нет, я так просто. Вот они. Так. Это направление. Это проездные документы. А это? Это товарищ Мельникова. Ну, как прибудете в пункт назначения, сразу позвоните по этому номеру. Вам ответит дежурный и даст указания о дальнейшем. Ну, куда ехать и тому подобное. Понятно? Повторите. Повторите. Когда прибуду на место назначения, позвоню по данному номеру. Дежурный даст последующие указания, куда ехать и тому подобное. Можете отправляться. Отставить. Ругом. Действительно все понятно? Действительно, товарищ лейтенант. Ну, счастливого тебе пути, Мельникова. Девушки отдыхают. Через неделю ничего не сделала. Ну, ладно. Так, когда выкупишь, поедешь в Батуми. Гоцеридзе обещал помочь. Все расскажешь Моти. Так меня папа после тебя и отпустит. Подумает, что тоже на фронт. Подумает. Подрасти сначала. Да ты что? С ума сошла? Гоцеридзе. Ящик, давай. Мать, совещание посмотри. Если заметит, сразу догадается. Чего вдруг догадается? Я же в Батуми собирался. Медлицкий сажусь. Не пустит. И для папки скажет. Пойдите, деньги посмотри, да? На, держи квитанцию. Давай твои документы. Я за тебя на фронт пойду. Давай. Ты что? Да кто разберет, Евдокия я или Верка? Я и ростом выше. Да и дома ты нужнее. Тут тебе документы. Кого обманывать вздумала? Пионерка. Ушел. Скорее. Пиши мне каждый день, ладно? Буду. Каждый день буду писать. Любимая, ты только не бойся за меня. Нет. Не будешь? Нет. Жди меня, ладно? Будешь ждать? Буду. Буду. Вам сюда проходить, пожалуйста. Ничего, ничего. Давай, давай в соседний. Ну. Дуська, Дуська. Помни. Ты мне напиши, напиши. Обязательно. Мне ты писать будешь? Пиши. Дуся, обязательно. До востребования, до востребования. Андрей, Андрей. Не забудь. Полевая почта 2931. Андрей, Андрей. Андрей, Андрей. 2931. Дуська, слышишь? Пиши, пиши. Обязательно. Вот так и закончилось ее детство. Не стало и до Уси Мельниковой. Теперь была курсант Евгения Евдокимова по прозвищу Чижик. Все дни до отказа были заполнены учебой. А ночами тревожили думы. Двадцать девять тридцать один. Не забудь. Двадцать девять тридцать один. Двадцать девять тридцать один. Ведь это номер нашей почты. Значит, этот Андрей мог быть курсантом моей школы или инструктором. Нет. Для инструктора слишком молод. В школе я Андрея ни разу не встречала. Наверное, он ее уже окончил. Может, он уже подвиг совершил. Глаза у него светлые, чистые. Запомнились мне эти глаза. Месяцы учебы пролетели, как один день. И вот настала минута, когда меня вызвали в штаб фронта. Боец Евдокимова? Так точно! Евдокимова Евгения Ивановна по прозвищу Чижик. Вольно. Садитесь, Евгения Ивановна. Положение на фронтах, знаете? Софинформбюро передает. В районе Сталинграда тяжелые бои. Сражения в центре города. Все правильно. Только с сегодняшнего дня забудьте это. И выправку забудьте. Способны к этому, а, Евдокимова? Хотим послать тебя в семейные условия, к одному деду. Там был радист, молодой парень. Фашиста схватили. Понятно тебе? Возили его в Краснодар, в Гестапо. Ничего не добились и привезли обратно. Согнали народ. И парня этого повесили. Для устрашения. А дед цел. Понятно? Деду необходим радист. Лететь надо сегодня. Полетишь, Евдокимов? У нас такой закон. Если скажешь, что задание не по плечу, наказание за первый отказ, если, конечно, обоснованный, не даем. Ясно? Не ясно, товарищ майор. Что именно? Зачем вы про парня этого рассказали? Вы должны понимать, на что идете. Давно готовы к любому заданию, товарищ майор. Что за дед, чем занимается, объяснять сейчас не станем, даже имени не назовем. Запомните только пароль долга-ночка и отзыв. От того и голова болит. Повторите. Пароль долга-ночка. Отзыв. От того и голова болит. Правильно. Ну вот, значит, все пройдет хорошо. У деда объявится внучка. Ну, не в капусте же ее найдет, верно? Однако подробную легенду вам даст дед. По этой части он мастак. Документ немецкий. Аусваз для вас готов. Вот он. А это билет железнодорожный от Ростова до станции Лущевка. Но Лущевку вы вроде придете со станции Степная пешим ходом. Вам понятно? Ну, если вас кто-то спросит, для чего, имея билет до Лущевки, сошли на Степной? В чем сошла? Да. Очень даже просто. Хотела было с голодухи хлебушком рожиться. Но ты отстала от поезда. Допустим. А почему не села на следующий поезд? Да прудники не пустили. Билет просрочила. Так, так. А дошло до вас. Зачем это? Билет до Лущевки? А вам предлагают явиться пешком. Смысл ясен? Смысл в том, что если бы до Лущевки, должна бы пройти через вокзал. А ведь меня там никто не увидит. Молодец, Чижик. Ну вот что. Чижика забудьте. Женя и Женя. Не забудьте все армейское. С этой минуты вы снова штатское. Наружно, конечно. Иное дело в душе. В душе я буду комсомолка. Это разрешается? Лучше чувствуйте себя по наружности пионеркой. Не было у нас расчета на таких, извините, миниатюрных. Не знаю, найдется ли что. Вот пальтишко неплохое. Может, подойдет. Вот это вроде подходящее. Ну? Ну, только пуговка не та. Некрасивая она. Да пуговицу перешьем. Пальто как на заказ. А что? На Кубани богатые колхозы. Среди станичниц такие модницы есть. Ой-ой-ой. Ну, как дела? Белье, кофточки подобрали, товарищ майор. А вот с верхней одеждой уж очень они маленькие. Может, ей манисты дать? В станицах полагается, чтоб на грудь что-нибудь свешивалось. А сережки так у ней в ушах дырок нет. Не надо. Неужели вы не видите? Она подросток не старше 15 лет. Вот это нам дорого. Заплетите покрепче косички, найдите высветшие ленточки, сапоги долой, отыщите школьные ботинки, новые, не дай бог, не надевайте. Хорошо бы латаны. Ну, а чулки должны быть штопанные, простые. Ясно? Ну, карманы-то хорошо. В них гранаты и лимонки поместятся, верно? По штуке влезет. Еще для пистолета пришить надо. А ты пистолетом-то или финкой-то пользовалась? Приходилось? Я. Не приходилось пока. Не смотри, чтобы главный барин не потерялся. Там взрывчатка, мины. Ну и все, что нужно по партизанскому списку. Где-то распорядиться. Там и запасные батарейки для твоего сверка. А нельзя искупаться, товарищ майор? Может, последний раз в жизни? Глупости болтаете. Вам жить да жить. И в этом задании от вас не требуется никакого героизма. Хорошенько запомните. Ваши родители погибли. Вы поехали к деду. И главное. Во всем положитесь на него. Слушала я наставление. А самой очень хотелось спросить. Не знает ли он такого парня. Светловолосого, Высокого, Андреем зовут. Возможно, из нашей школы. Где он? Что с ним? Он спрашивать о таких вещах не положен. Я... Я Водокимова. Да я, когда первый раз в самодеятельности выступала, меня силком выталкивали на сцену. Да ничего. Я везучий. Три дня назад мессер прошил всю машину пулями. А ничего, живой. Летаем. Теперь слушай. Значит, положу руку на плечо. Готовься. Подниму. Сваливайся сразу с крыла. Да побыстрее, а то пролетим мимо цели. Прыгал, знаю. Продолжение следует... Не будем осуждать нашу героиню за эти слезы. Ведь ее сверстницы еще сидели за партами. Да она плакала. От жалости к себе, от страха, от одиночества. Одна в этом темном небе. Партизаны! Ну вот. Слезы ее разом высохли. Одиночества больше не было. И партизаны, и армия, и этот летчик, и она сама. Ведь они все были одно целое. Один к одному. Все вместе. Слезы ее разом. КОНЕЦ Без парашюта, чтобы не искать. Молодец. КОНЕЦ Сразу залез за полосой. Должен быть сад. Вот он. Осторожно. Очева взборонена. КОНЕЦ А? Это жулия. Вот дурюха тоже разведчится. КОНЕЦ 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 СПРОСТ КОНЕЦ 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 Пошел, попишал. Запомнишь? Дура я, дура. О главном забыла. Рация. Ее же в первую очередь забрать надо. Дедушка! 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 Что, внученька? Что тебя черти носить? Купить тебе куриль неплохо. Беги домой, не мешайся. Дедушка! 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 Я тут рацию спрятала, рюкзак! А найти не могу! Не могу! Иди домой! Дедушка! 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 Значит, вы мне не доверяете! Заберите тогда финку! Так эдакая против вас цыпленок! Дедушка! 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 По свете! Полезай вниз. Разберемся. Четушка. Миленький. Тут поговорим. Чего тут гутарить-то? Сказал весь. А порой себя не позволю. Я такая же военная, как любой красноармеец. Трибунала дать можно. А телесные наказания строжайшего спрещены. Полезай, полезай. Что, я один буду копаться? Военная. Зато я халуй немецкой, полицай. А ты, моя внучка, лезь, куда велю. Чтоб дальше пустых разговоров не было. Погу их вправду прибить. Чего оглядываешься? Собирай свое добро в тряпку. Полезай, не мешкайся. Это что за железки? Новые. Мины противопехотные. Инструкция имеется. А, вот она. Ладно, потом почитаем. Отгреби-ка там картоплю. Подними доску. Оттуда и клади их. Придет время бабахнуть они. Да, черт. Ты что, нюхательный табак сыпала? Я по инструкции. Но собак чуть ее отбивает. Собаке сколько надо. Капульку ей нос забьет. А ты так... Это что? Сало. Здесь кило шесть будьте. Соль. Спички. А, вот нарушила. Махорочка. Так. Клади туда мешок. В нашем хозяйстве ничего не должно пропадать. Все. Теперь картоплю привалим. Действуй. А я похурю. Приустал, Балж. Вроде подобрел немного. Другой стал. Но все-таки... Зачем разоружил? Зачем грубияничал? Ну? Ну? Ну, здравствуй. Здравствуй, заморыш. Называюсь Евгения, сама вроде запятой. Зато благородная. Это если с греческого перевести. А вот Тимофей. Я Тимофей, значит, любящий Бога. Вот и собрались до пары. Небось, есть охота? Ну, хватит тебе в этой могиле сидеть. Благородная, полезай наверх. Все успеем. Належимшим землицем. Фриц помогут. Да мы их, пожалуй, пораньше прикопаем, как ты полагаешь. А, внучка? Тебя, внучка, тебя Энт Сазанч с утра дожидается. Еле от Фрицов укрыл. Я слышу, и ловлю для них, и пяку, и жарю. Макай в соус. Крепкая штука. С красным перцем, без пощады. Бери пирожки с капустой, с луком. Самогоночки. С пути дороги не тяпнешь. Нет. Ну и так обойдется. Ты, молодой Дленд Стилов, Евгения. Ну, кто тебе надумал, простой деревенской девчонке, такое имя дать. Не стану тебя так называть. Будешь у меня внучка, альдеточка. А рассержусь, найду и потрепь словцо. Что? Вкусно? Очень. Меня немчики за поварской уме не прозвали Гутенкок. Языки их не понимаешь? Времени мало было. Жаль, жаль, мне научили. Было бы к делу. А я вот достаточно познакомился еще в германскую войну. Тем и держусь. Эй, вижу, носом клюешь. Тогда так. Будить тебя не стану. Отсыпайся. Не жили дома не окажусь. Боже, тебя упаси, чтобы кто не увидал на базу. Носа не показывай. А что это на базу? Да на базу тоже почитаешься и на дворе. Погоди, погоди. Да ты, кубыть, не казачка. Что же это такое получается? Я же их просил, не слийте ко мне, иногородник. Ах, нехорошо. Скверно. Так неужто фрицы могут отличить по говору? Да ты, девка, никак и впрямь не умная. Фрицы что? Они тебя среди прочих не замечут. А вот наши, Лущёвские, сразу усеркут. Стоп, промолчать. А вот стоп, первые. Скверно. Что делать? Как зачистить тебя во внучке? Ух, шляпы. Кого прислали? Евгения Благородная, безязыкую. Да ещё не соображающая ничего. Соображаю я. Я ещё не солил. Пожалел тебя с путя. Придётся посолить твою ранку. Дедушка, почему вы нашли, я потеряла. А ты видела? Думала, куда ставишь и что ставишь? Ты всё своё имущество потеряла. Рацию. Добрые люди нашли. Они и тебя видели. Кто видел? Тебе что? Фамилию сказать? Имя отчество? Анкеты из отдела кадров не привезла? Полезай на пичь. Чтоб духа твого не было. Постой. Ты чего так? Вскочила? Ярвная. Пугливая? Никакая не пугливая. Только... Ну... 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 А без зно нельзя? Да? А без зно нельзя? Вот Андрюха, смелый был парень. Да тоже зно оказался. Я у фашиста. Радист, что до тебя был, знаешь об этом? Его Андреем звали? Андрей. Тоже прислали его. Из нашей школы? А почём я знаю, из какой школы? День докладывающий. Он такой ясноглазый был, высокий. Такой был, такой был. Повесили его и велели десять дн не сымать. В ту же ночь его сняли, похоронили. Кто? А я почём знаю, кто? Не я сымал, не я хоронил. А другие станишники наши говорят, что не хоронили его вовсе. Живой остался. Как живой? Вот так слух такой держится, будто Андрюха здесь идет прячется. То одного, то у другого. А может и в самом деле? Ах, если бы так. Вдруг стук тихо и нападу утро. Открываю дверь. Вон. Мне сколько раз такой снился. А только петля, своё дело делайте. Так, девка. Сейчас мы тебя превратим кое во что. Садись. Слушай и запоминай. Как твою маму забудь? Елизавета Тимофеевна. А что с ней? Умерла. Отчего? Ты не знаешь, да я пока что не знал. Господь Бог сподобил, додумался. Мама твоя, а моя дочка, проживавшая в Ростове, она хворала тифом, цепным, который от воши, вот и померла. Сиди с мир мятья обстригу. Тихо, внучка. Никто тебя не убивает. Пускай будешь некрасивая, зато живая. Ах, ты притупились, Пакс. Подходящий. Подходящий. А теперь спать. Зачем, зачем дед меня остриг, оболванил и разрушил? Значит, ему зачем-то понадобилась моя слабость. Случай с немцем нагрянут. Даже подорвать себя не смогу. Будут пытать. А дед противный. Лос переменчивый, хитрый. Что-то здесь не так. И не Евгения, ты благородная. А дужка. И не Евдокимова, а Мельникова. Все знаю. Откуда это? Вам известно? У меня там, у вас, человек есть. На меня работаешь. И ты на меня работать будешь. Заставлю. А кто этот человек? Там у нас. Ээээ, дура, дура. Так я перед тобой распаковался. Чижик-пыжик. Ушел. Ночью. Куда? Почему тайком? Финку нашел. Окончательную обезоружил. А дурак, достойка, дура. Есэк-прыжид гаэ, дура до 중-�оны. Девушки отдыхают Это приполз по заранку. Определенно таится. Девят знал, что я приду именно в этот день. Значит, имеет связь с той стороной? Может, он действительно? Надо немедленно предупредить фронт. Сообщить о предательстве. Вот она! Парашютист! Сиверсант! Энде Хоук! Парашютист! Подминкивает. Предал гад. Он под затвором щелкает. Значит, не заряжен. Если б дед не забрал гранаты. Я бы их сейчас обоих. Капари, братта! Ногами топает. Пугает затвором, как ребенка. Кенух, Карл. Все с ног лянуто. Канфоргэс прыгстербэн. Одар пи спи спи спа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Кинук, кинук, кляне. Ищхабдишнуг лишь рек. Кугаль тебе. Кинук. Шнапс, Тимофей. Биктор, биктор. Ох. Я тоже два маленьких. Круг это плохая вещь. Круг делает маленькие дети нескольких. Так. Однако, придуриваться умеешь, внучка. Ну, хватит реветь. Аля, остановиться не можешь. Зачем? Зачем вы его привели? Я. Он меня привел, черт-фриц. Он ко мне за Шнапсом ходит. Ища ждал. Я ему говорю, нехорошо. Теперь ко мне внучка приехала. Мать от Тиф померла. Можете, внучка зараженная. А он у меня зырк. Куда приехала? А, может, оттуда? Я сам, диск, слыхал, как самолет летал. Я говорю, пойдем, посмотришь, какой у меня парашютист. Заодно и похмелись. Он тебя и разыграл. Я тебя усмехаюсь. Не опасно, мало розыгрыш. А у тебя зверь в глазах. Ну, думай, сейчас кинется. Нет, слава богу, сдержалась. И плакала довольно натурально. Да ты, небось, и впрямь сдрефила. Вы бы не сдрефили. Я каждый день дрефлю. В таком случае не грех и самому стаканчик. А, штат, внучка. Так. А теперь скажи мне, зачем к северку лазила? А это вы откуда знаете? Дверца-то. Не плотно прикрыта. Развечица. Тараканы. Какие такие тараканы? Да их у вас тут несметно миллионы. Я не буду больше на печке спать. Они мне в уши позалезают. А при чем рация? Как если тараканы залезут в рацию? Замкнет какую-нибудь деталь, накроется она. В другой раз без меня лазить к рации запрещаю. Не дотрагивайся даже. А тараканов мы выведем. Я у Гауптмана жидкость такую вонючую возьму. А кто это Гауптман? Офицер ихний. По-нашему капитан. А я вой офицер. Много наших уложил. Я его, собой рискуя, от смерти спас. Как же? Наших? Вы его спасали? Раненый он был. В Дону тонул. Их там тогда много плавало. Мертвых, полумертвых. Я себе именно этого немца выбрал. Как-никак чин. В благодарность он меня возле своей офицерской персоны пристроил. И с собой сюда взял. Значит, вы не здешний? Ты, внучка, должна твердо усвоить. Рассказываю, слушай. Приказываю, исполняй беспрекословно. Задавать вопросов тебе не положено. Так вот, Гауптман, заместитель коменданта. А я под его крылышком греюще. У меня не! Привстречи-то ему к Никсон делай. Очень будь довольный. Присядай. Так, молчи с улыбочкой. Понятно? Субтитры создавал DimaTorzok Два недели, никому. Сюда никого не пускают. Я буду приходить, меня не пускают. На лодку будем уходить. Гешефт кусать нельзя. Остальное карантин. Остальное карантин. Афидерзейн. Афидерзейн, Тимофей. Савтра плывем. Афидерзейн, Герр Гаутман. Все будет исполнено. Две недели сюда никто и нос не покажет, как хорошо. И жидкость таракановой обещал. Смотри ты, неженка. Таракария не по драму. Ты свой драм прячь до полу. Да учись сперва, на каранчиках ползать. Не на меня гляди, в окошко. Осторожней только. Там она еще. Кто? Соседка наша. Зловреднейшая баба. Видала, как она платок затянула. Так бы на моей шее петлю. Зловреднейшая баба. Сильно советская. Сильно советская. Теленгаторов в полущевке нет. Это дед знал точно. И все же, чем скорее уйдешь из эфира, тем меньше риска. Но что же передает дед? Группа Яснова сообщает. Большой карп ушел без хвоста. Новые игрушки боятся масла. Жив. Большой карп ушел без хвоста. А зачем тебе знать-то? Что я, по-вашему? Жучка или бубик? Неужели мне неинтересно? Может, вы что-то радостное передаете? Я ведь тоже хочу порадоваться. Эту всю езида карпа. Должна же я знать. Меньше будешь знать. Тебе же полезней. Да и дел тоже. Чтоб больше никаких вопросов. Ей было тяжело. Молчание и скрытность деда Дуся принимала за недоверие. И, в свою очередь, подозревала его и не верила ему. Не раз хотелось ей сообщить свои подозрения штабу фронта. Но боязнь совершить ошибку, помешать работе, сдерживали ее. Давай, давай, прыскай. Трави прусаков. А прусаки, это знаешь кто? Это самые заядлые немцы. Самые задиристые. Дед с Гауптманом часто уплывали не то по рыбачить, не то по их таинственному гешефту. Но возвращался дед всегда с уловом. Дед хоть и носил шинель полицая, но с полицаями встречался редко. И к себе не допускал. Полицаями придирались. Видно, понимали, что дед на особым счету у заместителя коменданта. И к себе не пупит. Попитаю. Попитаю. PI, Попитаю. 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 Как я тебе сделаю ножичку. Говорил я тебе, слабреднейшая баба, самая советская. Вот ненавистно стал чьей моя внучка. Что же, раз я халуй, выходит, ты халуйоныш. А ты что, Южемей, впрямь жальшься? Самые глаза плюнуло. Терпи, золотко. Христос терпел и нам велел. Хорошо, что бомбу в нас не швыряйте, а то ведь этот народ испалить можете. Какая уж наша с тобой планида, Женюшка-Евгенюшка. Пир-цы и езики-ил, косо-во-осом, не бя-ш-ли. След за карантином начались дожди. Дусь изнемогала от бессилия, от своей пассивности. Разве такое представляла она свою работу? Ни тебе героизма, ни воинских подвигов, ни смертельной опасности. Зальзаевокати... Зальзаевокати... Путешествие. cambiая нога... за пассивом... care чай. КОНЕЦ 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 ПОЗИТ ПИТ! НЕМНОШКО ПИТ, ФРОЛАНН НАЙ, 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 ЭТВАС, СОВВЕМ НЕМНОШКО, НУ ПИТЕ! ДАВАЙ! КОНЕЦ О, ТЮФУС, Я? Ага, ТЮФ, ПЛАТОК ОТДАЙТЕ! НАЙН, ТАК ХОРОШО, ПАЛЬЩИК, ИНТРЕСАНН ПЛАЧИ! ПЛАКОТЬ ЧТОЛИ? ЗАЧЕМ? НЕЙ, НИК ВАЙНЕН, НИК ВАЙНЕН, ТАНЦЕН! РУССКИ ПЛАЧИ, ПЛАТОЧИК! ПЛЯСАТЬ! ДА, ПЛАЧИ! ЧТО ВЫДУМАЛ, ДА НЕ СТАНУ Я ПЛЯСАТЬ! ПЛАЧИ! ПЛАЧИ! НУ! ПЛАЧИ, ДЕВКА! ШНЕЛА! ПЛАЧИ! ШНЕЛА! ГУСКВотТє. МУЗИКА, НАГДЕ ЖЕ МУЗИКА?! А-а-а! МУЗИКА! Да, момент. КОНЕЦ КОНЕЦ РЫС ШВАЙН КОНЕЦ Никт Шульчик, это девчонка. Марш! Дерветтер и шляхт. Погода. Большой разлив будьте. Я, я. Внучка, соми спойгись господина Гауптмана. Живо. Пойди вы, мой спаги. Да хорошенько. Неужели разведчик должен терять гордость, человеческое достоинство? Прислуживать врагу? Бита, бита. Гранату бы мне или пистолет. Бита, бита, Гергаутман. Женюшка, принеси к нам солонку. Бита, бита. Рассуди нас, Женюшка. Мы вошли в спор. Тимофейх. Вот спросим внучку. Она хоть и была, зисклянь оберклюг. Раз дело касается таких, как она, должна их сопрошение понимать. Псайклюг, будь умная девочка. Прошу. Ты заметила, что из Лущевки и ближних станиц не вывозят девушек в Германию? Как я могла заметить? Если была на карантине, никуда не выходила. Натюрлих, натюрлих. Проверян замечать не могла. Но ты, старик, говоришь не то. Не тот вопрос, мальчи. Отвечает девочка открыто без боязни. Отвечает, внучка, не бойся. Перед вами найн офицер. Конец войны, долой форма и я есть коммерсант. Форма я есть тоже коммерсант. Здесь я есть представитель фирмы Штольц и сын. Богатейшая фирма. Вникай, внучка, вникай. Я есть сын. Я хочу говорить свой фото. Отец такой девушка. Тысяча, два, три. Мужчин побит. Отец, брат, могила. Она умница, соображаете. Соображаю. Мужчины погибнут, а мы останемся. Я хочу делать большой гешефт. Коммерция. Большой гешефт. Золотое дело. Прогресс. Я хочу делать рыбные расходки. Здесь Осовский теплое море, чудесная река. Рибные плантации. Много пелуги. Осетр, стерлят. Дозвольте, герой Гауптман, ей добавочное разъяснение сделать. Вот мы с господином Гауптманом ездим по речке, по юрькам, по заводям. И везде вешки ставим, столбики. На них таблички Штольц, 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 Штольц. Это значит, чтоб за фирмой их не закрепить эти места. А после войны все их не будет. Я, я. Эта рука есть германское солото. Нужно много тысяч работниц. Будут хорошо шить. Чистые касармы. Теньки на Роспанк. Пять лет работать. Дальше замуж и дети. Какой там замуж, если все мужчины в могиле? Ай, внучка, в самую точку. Я говорил вам, господин Гауптман, она у меня умница. Тьфу. Найн, не умница. Такой работник Тепушка, дочь Пауэлла, германский крестьянин в шон возьмет. Не-не, господин Гауптман, это не выйдет. Почему, Найн? Фюрер не позволит. Не позволит нам фюрер немецкую кровь с русской смешивать. И, кроме того, женщина-казачка к рыбному делу нисколько не приспособлена. Но в сопровождении парней их можно будет научить. Мамэ, не ловля. Рассветение. Мужчин не нужен. Нужен. А где же икру брать? С первой рыбкой поймать, Надь, да выйти икру. Делать садки. Без мужиков в этот дел не выйдете. Я тебе, внучка, один секрет открою. То, что девчат отсюда в Германию не увозят господина Гауптмана за стул. Старик, перестань полтать. Ты пьян. Не бойся, господин Гауптман. Внучка нас не выдаст. Но вы должны обеспокоиться, чтобы парней отсюда не угоняли. А то ваш начальник уже список составляет. А вы должны... Старик, молчи. А ты пьян. Молчу. Но только какой шанс упускаете? Сейчас война на Волге, так? Через месяц-другой в войне конец. Вы здесь хозяин. Но с кем же работать будете, когда всех уводите? С кем? За скорейшее окончание войны и начало гешефта вашего. Что, водка найн? Коньяк? Румынское. За победу. Ох, ухитер старик. И смел. Ловко путает немца. Нашим ясно. Только как он может так спокойно говорить? Конец войне. Вы здесь хозяин. Что же это? Битте, битте, Гергаутман. Вот так, 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 так. О, ну, ну, ну. О, ну! Хорошо, прошу. Внучка? На хаузе цугейн. Ах, Гергаутман. Все. Битте, битте. Данке. Да как это вас угораздило? Да и стой, господин Галфан, ну! О, тяполь. О, манго. Битте. О, битте. О, битте. О, манго. Фор. Ти есть фор, Тимофей. Господь с вами. За что же вы, господин Галфан? Ти хотел форопать. Ти лезь мой карман. Да я вас торопился скрызи вытащить. А вы? Зачем мне ваш карман? За что же вы дедушку? Он же ведь старенький Гергаутман. Алис, Тимофей. Прости меня. Бог вам простит, господин Галфан, за всю преданность мою. Благодарность ваша. Обидно на старости лет. Извини меня, старик. Глюпо, потастрефать тебя. Извини меня, Тимофей. Теперь все хорошо. Апфитерсен. Дедушка, введите скорее в избу. Ведь просудитесь над ним. Переоденьтесь. Не закрывай дверь. Бочонок, бочонок, подкати, чтобы не закрывалась. Тащи свои гранаты, пистолеты. Откуда? Я же не знаю, где вы все подевали. В прорези матрас твои лимонки. Живо. Придудь. Первым делом швыряй гранату. Братья постараются жильем. Мертвые моим ни к чему. Да что случилось? Да я-то черт дурной и впрямь хотел потовести Гауптмана. Как тащил ее, мелькнула думка. Хорошо бы круглую печать достать. В коробочке он ее таскает. Ах ты, коньяк подвел. В румынском коньяке градус не тот. А смогон наш гер выпил мало. Поняла разведчица? Чего держку перетрухнула? Кричал он, что вы шарили. Значит, заподозрил. О! Плохо, что Гауптман извиняться начал. Очень плохо. Ты подумай. Какой-то господин перед своим лакеем, который для него все равно, что Цуцк, извиняться будет. Ну, и что? Эх, подвольщица. Значит, он недостаточно пьянел. Шарик работает. Дай думай, со спокоя. Примасывай, дедушка. И он спать ляжет. А как мы с тобой захрапим, нас тут в раз плохо. Дедушка, Тимофей Васильевич, бежать надо. Куда бежать? На тот свет успеем. А по этой воде бежать жабри надо иметь. Наше дело с тобой счастье ждать. А вдруг, что ли, на ветру свои подозрения развеять? Ну, а нагрянутся, принимай бой. Живой себя не давай брать. Что с Андрюхой делали? Гады. Ах, 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 ах. Устанусть жизнью да глупости их фашистскую. А то, вернее жадности их непомерную свинячу. Что же это у? Сначала панику пороли, а теперь. Ах, ах, ну, ах, ну... Знаешь, как ломить? Старость не радость. Спать иди. Утром что можно объясню. Но утром дед уже не мог сказать ни слова. Дуси сообщила в штаб о его болезни. Также передала, что Гауптман Штольц и другие офицеры заранее делят нашу землю, планируют будущее хозяйство. Внученька, берегись, полицая, Сашко. Очнулись таки, дедушка. Похоже, конец мне приходит. Берегись, Сашко, он о тебе все знает. Успокойтесь, дедушка, а какой еще там Сашко? Успокойтесь. Полицай. Морда крысиная рваная. Ты его еще у колодца. Помнишь? Сашко видел, как ты с парашютом опустилась. Это он твой рюкзак забрал. И мне передал. Полицай. Люди, которые здесь, ой, как непросты. Есть, которые якшают с немцами и вдруг поворачивают в нашу сторону. Сашко давно знает, кто я. И тебя спас, а мог бы выдать. Так, значит, он свой? Свой. Уголовник он. Перед немцами выслуживался. На облавах свирепствовал. Ой, помолчите, дедушка. На четвертый день вот так. К фельдшеру свириденко не ходила. Угнали фельдшера. К Германию. Пейте, дедушка. Чай силы придает. А может, с самогоночком, а? Самогоночка, она крепче, чай твоего. Хоть четверть стакана. Еще чего выдумали? Отраву эту не дам. Ты вот спрашивала. Чего я паньку поднял? И вдруг успокоился. Отчего я успокоился? Опять же, Сашко. Уговор у нас с ним. Как, что ли, спать завалится? Сашко, песню какую орет. Дескать, все в порядке. Почему тебе этого, Сашко, опасаться надо? Потому что, если я помру, он тебя может прикончить втихую. Меня? Он опасаться будет, не знаешь ли ты о нем все. А вдруг тебя схвачат, а ты в гестапо расколешься. Поэтому, как бы он не хотел выслужиться, сам на тебя не донесет. А так, под любым соусом прикончить, и все. Почему он мне служит? Потому что шкуру свою бережет. Женюша, ежели помру, сама иди к нему. Скажи, приказано тебе меня охранять. Кем приказано? Вами. Командованием нашим по радио. Оно, мол, все знаете. Еще для пущей важности скажи. Здесь, на месте, наши люди следят за тобой и за ним. Это святая правда. А кто эти люди, дедушка? Опять не доверяете. Не стыдно вам? Что вы со мной так? Да гладите-то по морде. Я ж не собака. Оскорбляешься моим недоверием. Но как я могу тебе, неопытный, доверить жизни людские? И все дело. А если вы помрете, что с делом-то станет? Простите меня, дедушка. Не помрать вы ни за что. Я так по дурости. Мне сейчас помирить нельзя. Не имею права. Карл? Пойди открой ему женюшка. Плох, старик. Тебе плох. Мне тоже плох. Нет шнапс. Но тебе шли ему больше плох. Будет еще больше плох. Пойди. 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 Не понимаете ни слова. Пойди. Стой. Стой. Не спорь с ним, Женя. Не оборачивайся. Не оборачивайся. Не оборачивайся. Не оборачивайся. Не оборачивайся. Беда за бедой, Женя. Завтра начнут у всех станичных. У полицаев даже. Продовольствие какое есть отбирать. Он тебя и меня хворого пожалел. Соседки наши. Девочки маленькие совсем. Надо предупредить. Стой. Ты что, полоумила? Дедушка. Черт тебе, дедушка, а не я. Еще доверили просить дура. Дедушка. Женя. Внучка. Слушай меня внимательно. Христом Богом прошу. Не вмешивайся ни в какие дела. Не можем мы своим делом рисковать. Не имеем права. Душа-то как же? Нет у нас права на собственную душу. Не можем мы ее как бомбу брать или швырять во врага. Женя. Сына моего уводили на расстрел. Душа кричала. Плакала. Но я душу свою глазам к зрению не допускал. Смотрел, как сына моего родного. Кровинушку мою скручивали, волокли. А я говорил. Не знай, кто таков. Вот как было, Женя. И Андрюх увидел, как брали. Бога молился, чтоб самого не заставили хватать, не знаю. Выдержал бы. Но знал, что Андрюшка верит в меня. Верит, что себя не выдам. Один раз только он зацепил меня глазами. И я понял, что просить он прощенья. Зачем лес куда не надо? Зачем душе своей уступил? И ты не уступай. Не уступай, Женя. Дедушка! Женя. Иди шифруй. Зачем же вы, дедушка? Я бы сама. Тебе туда, где я был, нельзя. Шифруй. Сведения важные. На станции Сосыка. Группа Костыля. Взорвала состав. С пензоцисцернами. Отряд Седова. Сжег большие зерновые склады. Ночами иногда. Держится снег. Мешает работе. Теперь самое главное. Железной докладывает. В пяти километрах северо-западней Лущевки. На старых складах. Чрезвычайно усилена. Наземная и противовоздушная охрана. Попытки разузнать тайну складов. Остались безуспешными. Как дитё малое. Нельзя же вам курить. Ага. 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 Дедушка, 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 я сам, я сам, я сам. Дедушка, дедушка. Подняться дед не мог, ноги словно отнялись. Два раза сообщала я в штаб, просила приказать старику, чтобы допустил к самостоятельной работе. Ответ был неизменным, но смотрение деда, силы мои были на исходе. Дедушка, дедушка, дедушка. Андрей! Я? Жив! Для кого жив, а для кого не жив? Вот радость-то! А как, как вы сюда вошли? Эх ты, разведчица. Села за передатчик, а дверь не заперла? Дверь! Дверь! Вроде я б без памяти был. Ничего не слыхал. Дурно, дедушка! Что ж теперь будет? Штольц не пойдет, сатиф опасается. Риц тоже. Дальше с сеней не ходил? Иду, лестница кончается. Может, ты меня обидели? Уходить тебе надо. Собирайся доживо. Куда я не пойду? Я виновата. Без вас не уйду. Здесь геройство разыгрывать нечего. А приказ исполняй. Кажись, пронесло. Сашко, знак подаете. Завтра пойдешь в станицу. Позовешь его, нужный будете. Счастливый твой бог, внучка. Очень я тебя прошу. Осторожней только. Небогат товар. А может, яиц десятка за него и дадуть. Спички нонь в цене. Иди, внучка. Я скоро. Полица, убивай! Счастье. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Купите спички, тетечка. Дедушка у меня болеет. Простудился он. Зимой ночки долгие. Что? Что ты говоришь, девочка? Долгоночка. Оттого и голова болит. Здравствуй, Чижик. Скажи деду, что скоро приду. Не нужны мне твои спички, девочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откуда спички? Откуда спички, спрашиваю? Из Ростова. Привезла. Деживешь? Дедушки Тимофея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гсподин полицей. Пам, полицейский! Смолявка, надо молчать, когда тебя обыскивают. Ну и внучка у деда. Доска, два соска. Пошли дальше. Дед твой как? Жив еще? Лилом прийти к нему непременно сегодня. Ладно, луком торгуй, а спички запрещены. Ты и Лимонке тоже. С чем ходишь, дура? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Действия твои я одобряю. Хотя за Лимонку тебе от меня выговор. Отчаянные вы. Молодые, как я убеждаюсь, куда больше подходишь. В партизаны. А это женщина. Кто она? Придет время, узнаем. Уверенная она. Смелая. Маленькая. Почти как я. Но уже такая. Какая еще? Ну, настоящая женщина. Хоть это я не всегда буду такая. Как вы называете? Кузурка, заморож. Я тоже стану, как настоящая женщина. Нашла время, когда думать об этом. О! Кубыч Сашко. Ты заведи с ним разговор, а я вроде сплю. Послушай его речи и вывод сделаю. Ну, принимай гостя. Дед спит как раз. Ну, так что, другим разом зайти? Ну, заходи, погрейся. Может, проснется. По-прежнему кашляет. По-прежнему. А это тебе откуда известно? Да и да, я что заходил. Он, видать, спал. Да и ты вроде спала. Наверху. В наушниках. Но я окликать не стал. А то ты с дуру-то и пальнуть могла. А мне здоровье дороже. Так это твои следы. На чиж. Я потом сигнал подавал, чтобы вы, значит, не беспокоились. А не врешь? Ну, кому гнида, кому вошь. Чего не запираешься? И чего с Лимонкой на базар пошла? Ну, как бы не я тебе обыск делал. Что тогда? Сама знаю, чего. По делу говори. Чего говорить? Давай, давай, расталкивай деда. А ему сон для здоровья важен. Докладывать будешь мне. Тебе? Не хочешь, уходи. Как на духу. Понимаешь? Скоро придут наши. Какие-то наши? Ну, наши, советские. Дела у фрицев плохи. Громят их. А если немцы драпать начнут, то всех полицаев с собой погонят. А я не хочу. Ну? Как ты говоришь, ну? Я же проявил себя. Сколько я деду помогал? Не выдал ни его, ни тебя. Верно? А дед до сих пор не сообщает нашим, что я свой, советский. И что работаю на Красную Армию. Ошибаешься, я давно сообщила. Верно говоришь. Верно-то верно. Как ты сейчас сказал? Что ни выдал ни дедушку, ни меня. Да я же твою рацию мог в комендатуру отнести. Поднять тревогу. Ну как же ты мог? Если ты наш, если советский. Ходит, торгуешься. Ты что? Я же как факт преданности. Да и деда давно знаю. Его вовсе не Тимофеем зовут. Я его с Ростова знаю. Твой начальничек там в одной гостинице служил. Швейцаром. Вот тогда и завел. Бородищу. Сашко! Сядь. Я в тебя верю, Сашко, как в очень большого прохвоста. Ловкой ты. Но за список всех полицаев и кто из них какими делами славен, за это тебе благодарность режется от командования нашего. Правда, Тимофей Васильевич. Но этих всех твоих заслуг мало для полного прощения. Ты мой дубок знаешь. Говори прям, не виляй. Загаси сейчас же. Ладно, дыми. Я тебе поручение даю боевое. Доставь оттуда, что там есть. Нет, Тимофей Васильевич. Это нет. Это я не рискну. Завтра же пойдешь и принесешь. Не могу. На такое дело. У меня ноги подгибаются. Выдам, Тимофей Васильевич. Выдам. Выдам и себя, и вас. Я веселиться боюсь. Пыток не выдержу. Я тебе приказываю, шкура. Возьмите мой пистолет, Тимофей Васильевич. Лучше застрелите. А шкурой напрасно обзываетесь. Я слыхал, у подпольщиков золото для подкупа имеется. Разве я у вас просил? Дурень ты. Золото. У нас только есть единственная у каждого жизнь, которую отдаем за Родину. Вот так, Сашко. Завтра внучка моя под видом, что ищет для меня молока, сама пойдет к дубку. А ты будешь обязан от нее отвлекать опасность. Как отвлечь? Решай на месте. Подходит тебе такое дело? Ладно, это исполню. Ну, тогда действуй. Завтра в 12.15. А пока прощавай. Слышь, ты, девчонки мои помирают. Дай что-нибудь. Дай. Вам, полицая, хоть что-то оставили. А у меня все. Девчонки мои помирают. Принесите мешок. Я насыплю картошки. Что же сюда войдет-то? Да разве я мешок подниму? Я свалюсь. Идемте. Вареный дать? Лучше откажусь. Тетенька, он сильно болеет. Подождите. Я сейчас ухожу. Ключ будет под ступенькой. Чего? Если станет известно, что меня схватили. Тебя? Запомните, куда ключ кладу. Дедушка полуживой сопротивляться не сможет. Замучают они его. Да что ты такое говоришь? А теперь уходите. Чтобы нас вместе никто не видел. Знаете, наши под Сталинградом берут верх. Наступают на полный ход. Всем об этом говорите. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что ты? Что ты? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Сашко жив Немцы нарочно распространяют слухи о его смерти Гестаповцы уже взялись за него Плохо Вам обоим нужно немедленно уходить Вы сможете? Слаб еще Но оставаться нельзя Вот, кстати Таблетки Калпина посылает Вы уходите в Ростов На известную вам явку Ну а внучка к линии фронта Азимут Сегодня же запросите у штаба Я его припугнула возвратным тифом Мы, немцы, очень пугливы в этом отношении А вот Немка? Да И самый настоящий В 32-м году Бежали от Гитлера Ну а больше тебе знать не надо Я тебе сколько раз объяснял Твое дело исполнять И никаких вопросов Ну раз вы опять начали ругаться Значит, выздоравливаете Тимофей Васильевич, вам особая благодарность За одно сообщение Это за какой? Что немцы заранее планируют Раздел земель в Лущевке Именно эти данные Помогли мне внедриться в оккупационные организации И завязать знакомство со Штольцем Ну а при его помощи Я надеюсь попасть на склады За железной дорогой Жаль, что не могу опереться на вас Счастливого вам пути Простились они навсегда Лишь после войны Дуся узнала Что разведчица выполнила задание И проникла на склады Узнала и то, что заплатила За это она своей жизнью Держи А вам? Знай, помалковай Тебе до фронта топать да топать Рацию забираешь с собой Направление потеряешь Свяжешься со своими А ботиночки у тебя не очень подходящие Для дальнего путя Погоди, погоди Так 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 Вот Так А сверху потом, как лопаточки, веревочкой замотаешь. Вот и будет хорошо. Вот так, давай, иди. Надевай все одежки, какие есть. А потом мои корабли оденешь. Вот оно и будет хорошо. Это ерунда, игрушка. Держи, мой Вальтер. Вот компас. Гляди-ка, волосики твои подросли. Сама только не торопись, не расти. Двойне тебе надо маленькой. Удобнее. Так. Гляди, что буду делать. Видишь, ящик. Проволочку потянул. Гляди дальше. Вот. Только не дверцу дернуть, оно и громыхнет. Весь курень в небеса подопится. А заодно и те, кто за нами придет, а у Федерзейна отправится к Господу Богу. А мы? Мы как уходить будем? А-а-а. Посидим напоследок. Помолчим. Чуешь, как Витрюла забывает? Есть, стал быть, и наш разведческий Бог. Редактор субтитров. Будет хорошо окрутить, никакая собака следа не возьмете. Этот, становись же не рядом. Теперь шагай, считай девятнадцать шагов. Шестнадцать, семнадцать, восьмнадцать, девятнадцать. Стой, склони голову Женя. Здесь он, Андрюха, лежит. Девятнадцать шагов от столба. В память того, что девятнадцатый год ему шел. Дедушка, а какой он был? Из себя, что ли? Вот его Аусвайс. Вот. Дай сюда. Отдайте мне на память. Нельзя. Из себя подвести можно. И того, кто документ выправлял. Все. Вот и нет нашего куреня. Дедушка, плохо вам? Живы будем, не помрем. Прощай, Андрюха. Прощай, сынок. П이시ка. Дедушка, вот. Субтитры делал DimaTorzok Дедушка посидел Погоди, Трохи, скоро Восток, шагов триста Полезай туда, там за тишок Покалякаем на прощание Внучка Куда идти, вспомнишь? Пойдешь Прямо по реке Скоро степь Три лесполосят считаешь Свернешь вправо Приказываю Идти Дедушка Посидим еще Я бы устал Нельзя уставать Слышь, война Сколько выдержишь Топай, топай Пока весь припас не кончится Ухтара не заходи Дедушка Я Я с вами останусь Чего? Не оставлю Вас не оставлю одного Чего? Расстреливайте Все равно не уйду Слушай Выполняй приказ Или при тебе застрелюсь Ты Ты Лучше Обнимемся На прощание Вот так И Андрюха погиб Жалеюч Против приказа нельзя Иди Не жди Я оклемаюсь Я сам Куда мне надо Шагай, внучка Шагай Война, женюшка Дендор Война, женя Никогда больше Дуси не видела деда. Лишь через 10 дней она добралась до линии фронта. Вот так и закончилась первая разведка Чижика маленькой комсомолки Дуси. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ